Дворцы Румянцевых и Паскевичей Это самые важные страницы учреждения накануне его юбилея. Кстати, в свой день рождения, 7 ноября, музей приглашает гомельчан бесплатно посетить любые экспозиции. Тем временем в картины галереи Гаврила Ващенко уже сейчас можно познакомиться с уникальной выставкой живописи, на которой представлено 85 работ. Месяц Ай – это незавершенное дело талантливого витебского художника Олега Прусова, который прожил 26 лет, но оставил богатое творческое наследие. Несмотря на надвигающуюся слепоту, он продолжал творить и рисовать до последних дней. Его картины – это нечто сложное, интеллектуальное, где каждая деталь имеет свою ценность. Посетителям предлагают узнать тайны души творца, приоткрыть завесу переживаний его героев. В картинах нет идеальных линий персонажей, нет случайных действующих лиц. За свою недолгую жизнь Олег Прусов создал около 200 живописных и графических работ. Они находятся в галереях и частных коллекциях в Беларуси, России, Дании, Швеции, Германии и Нидерландах. Кроме того, автор писал стихи и прозу. В Музее истории печати и фотографии Гомельщины открылась выставка работ гомельского фотографа Руслана Карпова. Они сделаны в жанрах психологический и жанровый портрет. Лейтмотивом выставки стало стихотворение «Печальный клоун», в котором говорится, что у каждого человека есть свой внутренний мир. Поэтому на выставке вы увидите черно-белые фотографии простых людей в их обычной жизни, на которых автор постарался отразить переживания каждого героя. Об этом и говорит название выставки – то, о чем они молчат. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова